Общая протяжённость распределительных газопроводов для дегазификации частных домовладений микрорайона Пазухина в Индзе составит 9,5 километров. Газовые сети будут проложены на бесплатной основе до границ земельных участков жителей. Во время рабочей поездки в Индзенский район генеральный директор «Газпром» газораспределения «Ульяновск» Владимир Камека посетил микрорайон Пазухина и лично пообщался с жителями, подробно объяснил им процесс дегазификации. Работы будут закончены до начала отопительного сезона. Мы идём здесь немножко раньше графика. Подрядчик достаточно высококвалифицированный. Мы не первый год с ними работаем и у нас есть полная уверенность в том, что мы все свои обязательства выполним здесь раньше срока. Получить полную информацию и даже заключить договор на дегазификацию своего дома жителям Пазухина помогли специалисты Барышского клиентского центра «Газпром» газораспределения «Ульяновск». Передвижной мобильный офис компании работал в микрорайоне на улице «Железная дивизия» 30 мая. Они объясняли жителям условия участия в социальной газификации региона. С помощью наглядных стендов рассказывали основные способы подачи заявок и требования, предъявляемые дегазификацией частных домовладений. Здесь же сотрудники компании «Сервисгаз» провели презентацию отечественного отопительного газового оборудования. На территории региона компания имеет полный цикл производства отопительных газовых котлов и всех к ним комплектующих. Группа компании «Сервисгаз» совместно с «Газпромом» участвует в догазификации Индинского района. Также представили котлы нашего производства. У нас есть полностью все оборудование для производства отопительных котлов. И представлено несколько видов, как дымоходные, так и парапетные котлы. Считанные дни остались, когда 85-й дом по улице «Железная дивизия», недалеко от которого работал мобильный офис, тоже будет подключен к системе газоснабжения. Его хозяйка, пенсионерка Надежда Батаева, сначала собрала пакет документов на догазификацию. А сейчас в ее доме уже установлено внутридомовое газовое оборудование, счетчик и трубы для отопления. Осталось только подвести газопровод к самому дому и подключить газ. Как рассказывает Надежда Васильевна, до этого ежегодно приходилось закупать 3-4 машины дров. Каждое утро она просыпалась с одной мыслью, что надо затопить печь. Потом шла во двор, к поленнице и несколько раз по крутой лесенке перетаскивала дрова в дом. Сейчас она уверена, что этой зимой ей не надо будет думать, как обогреть свое жилье. Ждем газ, да, с нетерпением уже. Ой, говорят, очень хорошо, очень. Никаких проблем, говорят, встанешь уже, тепло. Не думаешь топить, ушел, опять тепло. Приходишь, тепло, уходишь, тепло. Хорошо, очень хорошо. Строительством внутрипоселкового газопровода по программе дегазификации в микрорайоне Пазухина занимается компания «Техносервис». На данный момент на одной из улиц микрорайона ведется подготовка траншеи для укладки газовых труб, где обязательно проводится сигнальная лента. Готовые траншеи затем укладываются газопроводы из полиэтиленовых труб, соответствующие ГОСТу. Минимальный срок их эксплуатации 50 лет, как рассказал руководитель фирмы-подрядчика. На данный момент выполнены в районе 3-х километров 200 метров строительного объема и подключены уже 90 домов подводящего газопровода. До конца июня должны закончиться основные земляные работы и потом планово будем проводить исполнительные работы, собирать исполнительные документации. Всего в рамках выполнения мероприятий по дегазификации данного микрорайона планируется бесплатно проложить сети до границ 260 домовладений. В настоящий момент для дегазификации микрорайона Пазухины жители подали в клиентские центры Газпромгазораспределения «Ульяновск» более 80 заявок на технологическое присоединение своих домовладений к сети газоснабжения. Из них 40 потребителей заключили договоры. Прием заявок на дегазификацию продолжается во всех районах области. Чтобы проверить, вошел ли ваш населенный пункт в программу дегазификации, необходимо подать заявку. Отследить статус заявки можно на официальном портале единого оператора газификации Российской Федерации. Ирина Антонова, Геннадий Бухтаяров, Уллправдз.ТВ Субтитры создавал DimaTorzok